Скифский Рассказы местных горожан удивляют, а порой даже пугают. Размытые призрачные силуэты, летающие объекты, странное поведение домашних животных. Одним словом, сплошная мистика. Говорят, что тут подходили, собаки откуда-то появлялись, хозяева их ходили. Вы слышали эту историю? Человек с нашего времени, а тот человек не из нашего времени. Короче, как портал какой-то. Помимо таинственной истории о собаке, около Неаполя нередко приходилось сталкиваться с плохим сигналом сотового или даже поломкой личного транспорта. Проезжал мимо Неаполя с Киевского два раза. Это был случай у меня. Машина раз и заглохла. Второй раз проезжаю, тоже заглохла. Телефон, связь пропала. Я даже и не знаю, аномальные какие-то действия происходят здесь. Одна из местных жительниц и вовсе поведала историю о неопознанных небесных телах, внимание которых привлек именно древний Неаполь. У меня покойница соседка Клава Кирикова была. Она как-то вызвала нас в два часа ночи с соседкой. Говорит, смотрите, вот смотрите, инопланетяне, мы смотрим, ничего не видим. Она за нас прячется, но мы буквально ничего не видели. Живущие в этом районе рассказывают, что здесь находится место силы, где сходятся земные энергии и пересекаются миры. А вот научные сотрудники к мистическим рассказам относятся с долей иронии. Я слышал слова очевидцев про мистику. История и мистика – это антонимы. Они разные по значению. Одно связано, возможно, с религиозными моментами, а история – это совсем другая наука. Сколько я здесь работаю в Неаполе-Скифском, никакой мистики здесь не было. Большая часть истории об аномалии основана на легендах. Верить в них или нет, каждый решает для себя сам. Но в любом случае можно с уверенностью сказать – Неаполь-Скифский все еще хранит свои тайны. Сабина Петренко, Максим Турчев, Руслан Хохлов. Утро нового дня.